Итак, вообще, на самом деле, мне нравится, как построена эта секция, как построено выступление. Почему? Потому что мой доклад, на самом деле, хоть и не посвящен рукописям напрямую, он в значительной степени рукописи, рукописной традиции касается. Потому что моими источниками выступили рукописи, хранящиеся в собраниях Санкт-Петербурга, это и Санкт-Петербургский государственный университет, да, восточный отдел библиотеки имени Горького, и Института сочных рукописей РАН, и Российская национальная библиотека, соответственно, отдел рукописей. И началось все с одного очень интересного манускрипта, который по иронии судьбы профигурирует уже ближе к концу доклада. Ну, просто потому что логика поискования, она заставила меня рассказывать об этом интереснейшем эпизоде именно в конце, а не в начале. Но, как или иначе, приступим. Итак, соответственно, работая с манускриптами, посвященными алхимии и разного рода, назовем так, культным наукам, да, герметической мудрости, я наткнулся на интересную проблему, которая, чтобы мой интерес к этой теме подогрела, это проблема, кто же является первым мусульманским алхимиком, и как вообще алхимия среди людей появилась. Потому что в разных источниках даются совершенно разные ответы на этот вопрос, и мне кажется, что это дает нам некоторую пищу для ума, а может быть даже и для попыток как-то все это втиснуть в рамки какого-то, ну, назовем это так, какой-то объяснительной парадигмы, да, попробовать разобраться, почему так, чем это было вызвано и так далее. Вот, но перед тем, как мы начнем, собственно, обсуждать все эти тексты, было бы хорошо как-то дать несколько, я не знаю, задать терминологический контур, просто для того, чтобы мы все использовали одни и те же слова в одних и тех же смыслах, вот. И понятно, что алхимия такая вот бабушка современной химии, да, и этим, в общем-то, цена и такой кастаси, да, в таком виде изучалась довольно много на протяжении советского периода и, в общем-то, западными коллегами, и все это интересно, но рассказ будет, на самом деле, не совсем об этом, потому что алхимия, помимо своей прикладной стороны, она еще и имеет эзотерико-философскую составляющую, которая сводится, с одной стороны, к поиску философского камня, то, что парабски называется аль-хаджер аль-азам, да, или аль-хаджер аль-карим, да, или эликсира, это субстанция, которая может даровать вечную жизнь, да, истинное знание, позволяет превращать одни элементы в другие, всех почему-то интересует золото, но, на самом деле, золото в данной ситуации не столько, может быть, цель, сколько средство, да, и не само оно по себе важно, сколько важна возможность превращать одни элементы в другие путем изменения их свойств, да, именно мутации горячего в холодное, холодное в горячее, сухого в влажное, влажное в сухое, да, сообразно вот этой вот теории четырех элементов античной. Вот, и в этом, конечно, в этой эпистасии ее методы не выходят за пределы естественных наук, и больше относятся, конечно, к эзотерическому знанию, вот, а знание эзотерическое – это знание не просто не для всех, да, для узкого круга ограниченных лиц, я люблю шутку говорить, это еще и знание, которое передано от авторитетных источников этого знания, это, на самом деле, очень важная составляющая, потому что эзотерическое знание, оно должно быть соответствующим образом получено через некоторую инициацию, да, это может быть, конечно, любая инициация напрямую через источник высшего знания, да, через какие-то божественные силы, это может быть инициация полученная через человеческую цепочку разного рода, да, мудрецы, предшественники, мастера, но в любом случае это знание, которое не получается просто так, которое необходимо получить через некий источник, скажем так, отлично от обыденного. Вот, и вот про эти источники как раз хотелось бы поговорить, потому что они весьма и весьма ранние, вот, но также, наверное, стоит также обязательно рассказать про терминологию, которая используется в самих текстах, да, у нас в текстах возможны два варианта, да, это либо альхимия, ну, знакомая нам, из которого впоследствии появилась и алхимия, и, собственно, химия, если артикль отбросить, также используется термин делание или искусство, да, ас-сана или ас-сана, вполне себе стандартного арабского корня ас-сана делать, вот, и, в принципе, уже в этом терминологическом домализме, в этом делении на два термина можно увидеть первый корень обсуждаемой темы, да, именно противопоставления арабских наук, традиционных арабских наук, к которым, как мы помним, относились, на самом деле, от неестественной науки, да, изучение Корана, фиг, хадисы, поэзии и так далее, в общем, филологический комплекс наук, связанных с арабским языком преимущественно, также родословно, да, то, что называется ансаб, вот, и иностранных наук, которые, по большей части, являлись теми, которые мы назвали бы, наверное, естественно, научными сейчас, хотя, конечно, в ту далекую эпоху это скорее была натур-философия, нежели естественные науки, да, таких как алхимия, астрономия неразрывно связанная с астрологией и так далее, вот, и в этом плане, конечно, алхимия однозначно воспринималась как некая иностранная наука, что задает, в общем-то, проблематику нашего исследования, ну, а, собственно, а кем же был первый арабский алхимир? Напрямую перейдем уже непосредственно к теме доклада, и тут есть, на самом деле, варианты, и варианты многочисленные, если мы возьмем такой классический текст, как Фихрист, да, ибнам Надима, то мы увидим, что он, в принципе, называет две версии, знакомые ему, и, согласно первой версии, первым, кто говорил о науке делания, да, то есть о сына, был Гермес, вавилонский мудрец, приехавший в Египет после вавилонского разделения народов. Вот здесь, на самом деле, стоит сделать ремарку о том, что вообще Гермес-тресмегист, понятно, эта фигура эллинизированная, то-то, да, в египетском богомудрости, но в Багдаде, в багдадских научных кругах было принято возводить его родословную вавилону для того, чтобы его таким образом иронизировать, и преимущество, превосходство людей персидского происхождения этим самым лишний раз подчеркнуть, о чем очень хорошо пишет Багдаде в своей книге «Арабский Гермес». Ну и, соответственно, этот Гермес был мудрецом, философом, он имел, скажем так, истинное знание относительно этого делания, вот, написал об этом несколько книг, также, помимо, собственно, алхимических вещей, он занимался изучением духовных сущностей, как и остаются с цитаты, занимался талисманами, то есть, согласно первой версии Фихриста, Фихристе, приденный Еда, и Багдадим называют Гермеса. Называя его при этом мудрецом вавилонским, правда, потом приехавшим в Египет, потому что совсем, конечно, от Египта, ну, открестить Гермеса тресмегиста никак нельзя, потому что было бы совсем неправильно. Вот, но есть и вторая версия. Вот, и вторая версия, распространенная среди алфимиков, гласит о том, что это было вдохновение Всевышнего Аллаха, Мусе, сыну Имрана и его брату Харуну Миром, и что они передали это Коруну, ну, известному по Библии как Кореи, да, и когда у него стало много золота и разные роды сокровища, да, он возгордился, и когда Бог это увидел, он его взял из жизни. Вот, об этом говорит нам Ибн Ан-Надим во второй версии о том, кто же был самым первым алхимиком на Земле, откуда, в принципе, пошел алхимия. Да, и более того, на самом деле есть еще один вариант, но это уже не из Фихриста, а из рукописи собрания РНБ, рукопись Ф-923, из общего собрания восточных рукописей, из фонда Ф-923, рукопись с символическим, наверное, названием 111, извиняюсь, символическим номером 111, вот, где небольшой алхимический трактат, где говорится о том, что Аллах, велик он и славен, научил алхимии непосредственно Адама. Соответственно, сын Адама Сиф, Шиз по-арабски, Шиз, да, передал ее своему сыну, и она непрестанно передавала еще из пророков мир ему, пока не попала в руки ему, сына Имрана, мир ему, а он уже обучил ей коруну. То есть у нас какой-то приквел вот этой истории, рассказанной Ибн Ан-Надимовым. Да, то есть мы понимаем, что на самом деле аллахимия, она не наука, которая была преподана Мусе и потом впоследствии пророкам, да, которая была преподана непосредственно первому человеку на Земле и первому же пророку Адаму, что делает ее, конечно, очень почтенной, очень древней, и занятия ее облагораживают. Ну, по крайней мере, в глазах людей, которые принимают эту версию. Вот, но сразу же возникает вопрос, а кто же был первым мусульманским алхимиком? Вот тут у нас опять есть две версии. Вот, и, соответственно, продолжая текст, который я начал на предыдущем слайде, да, продолжая предыдущую историю, то таким образом, да, она от Мусы, да, через пророков передавалась беспрерывно, пока не пришла к появителю правоверных, а именно обитали, будто будет им доволен Аллах. Так гласит, собственно, подводка к основной содержательной части алхимического трактата в 111-м манускрипте из основного собрания восточных рукописей Российской национальной библиотеки. То есть мы видим, что здесь алхимия мало того, что передается от Адама через пророков, так еще и попадает в руки Али ибн Абиталиба, что, конечно, чрезвычайно интересно. Более того, от Али ибн Абиталиба она дальше идет по линии шиитских имамов, потому что в Институте восточных рукописей Иран, да, рукопись С-748, тоже алхимический трактат, мы можем видеть следующее начало, да, это книга, которую написал Гермес, да, здесь уже у нас, обратите внимание, фигурирует не Муса, да, не Адам, не, в основном говоря, не каранические пророки, а Гермес Тресмегист, который написал Гермес для своего сына Тата, вот это разъяснение свитка, раскрытие секрета философского камня, вот, он скрыл ее, эта копия на греческом языке, перевел ее на арабский язык Джафар ибн Мухаммад Ас-Садик, да будет доволен им Аллах. То есть, что мы видим? Мы видим, что у нас алхимия, у нас есть две версии, да, в частности, алхимия передается либо от Гермеса Тресмегиста, там дальше мудрецам греческим разного рода и затем уже исламским авторитетом, либо передается от пророков, да, Тадама непосредственно через Мусу и вот тоже исламским авторитетом, каким исламским авторитетом? Шиитским, да, авторитетом, это Али ибн Абитали, это Джафар ибн Муса Ас-Садик, но это у нас, скажем так, первый вариант относительно того, кто же был первым мусульманским алхимиком, потому что у нас есть альтернативная история, тоже очень интересная, видите, у нас огромное количество параллельных версий, которые пересекаются, комбинируются и разного рода взаимно с друг другом дополняют и взаимно друг друга исключают на самом деле, потому что здесь уже как раз-таки пойдет история о том тексте, на который я наткнулся первый, который меня чрезвычайно заинтересовал и с которого вообще начался мой интерес к этой теме, к консульманской алхимии. Дело в том, что просматривая манускрипты, посвященные разного рода потаенным оккультным наукам в нашей библиотеке, в первую очередь, конечно, меня интересовала астрология, также астромедицина. Неизбежно это, конечно, натолкнуло меня на просмотр рукописей по алхимии. И я там наткнулся на чрезвычайно интересный конвалют, который был приобретен Ромаскевичем в Иране в 1912 году, был проведен в Петербург. Это конвалют сочинений по алхимии, который содержит, в общем-то, историю Халеда ибн Язида. Халед ибн Язид, в общем-то, Язид, в данном случае, это весьма известный персонаж. Это как раз-таки Язид ибн Муавия, то есть это у нас, получается, внук Муавия, и монаха Марьянуса, такого чрезвычайно для алхимической истории важного персонажа, который как раз-таки этого самого Халеда ибн Язида и учит алхимии. Вот, натолкнувшись на этот манускрипт, я на самом деле очень сильно удивился. Удивился я почему. Дело в том, что история о Халеде ибн Язиде, монахе ибн Язиде, она, в общем-то, в научный оборот введена, и она хорошо известна. И если вкратце пересказать сюжет, он сводится к чему? К тому, что Эмир пытается изучить алхимию по книгам, Халед ибн Язид. Он не имеет возможности как-то, я не знаю, реализовать свои амбиции в области политики, потому что он далеко не старший претендент на престол халифа, если можно так выразиться, в династии Амиядов. Он начинает интересоваться разного рода оккультными науками, начинает интересоваться потаенным, начинает читать греческие книги, начинает спонсировать переводы греческих книг, гласит традиция, гласит эта легенда. На самом деле достоверность этих сведений многими оспаривается, достаточно посмотреть, я не знаю, соответствующие статьи в справочной литературе, такой конциклопедии ислама, например, чтобы увидеть некоторую долю скепсиса относительно достоверности этих сведений, но в любом случае традиция гласит о том, что вот он интересуется этим всем, читает, понимает, что из книг он ничего не может понять, что алхимия остается для него тайны за семью печатями, и тут ему докладывают о том, что есть некий монах Марьянус, который знает это искусство и у которого потенциально можно научиться, и тогда, соответственно, эмир присылает к этому монаху своих людей, они его приглашают ко двору эмира, а, соответственно, фактически уводят, если можно сказать, так силой, ну и посулив, естественно, денежное вознаграждение. Эмир общается с монахом, чрезвычайно оставшись доволен этой встречей и будучи воодушевленным общением, он создает монаху все условия, в частности, делает ему импровизированную лабораторию, келью поселяет недалеко от своего двора, от своего дворца, и даже находит ему двух пожилых греческих христианских монахов для того, чтобы он мог вести с ними душеспасительные беседы в перерывах между алхимическими занятиями, сам мир к нему уходит два раза в день, но учится всему, чему может научиться, ну и, соответственно, диалог между монахом и миром – это хорошо известный опубликованный текст. То, что я нашел в рукописи, это история параллельная и отличающаяся, отличающаяся весьма сильно. В рукописи, в нашем конвалюте 1192, москлюпториенталя 1192, здесь как раз указана, приведена фотография начала этого трактата из конвалюта. Стоило бы, конечно, дать внизу выдержку, да, о том, что это, ну, по крайней мере, номер инвентарный, ну, я его озвучил здесь. Да, в общем, в нашей рукописи мир скрывает свою личность, он скрывает свое происхождение, он скрывает свое вероисповедание, он скрывает, в общем-то, все. Под видом такого бродячего ученика, ищущего знания, он приходит к монаху, монах его разного рода испытаниями испытывает, после чего, после чего, соответственно, учит алхимии, и уже научившись всему, эмир открывает свою подлинную личность, говорит о том, что он является сыном правителя, говорит о том, что он мусульманин, монах чрезвычайно пугается, говорит, все, ты научился всему, чему только мог, теперь оставь меня, пожалуйста, в покое, после чего эмир радостный, от того, что он научился, уходит, ну, и, соответственно, дальше начинается сам алхимический трактат. Обе эти истории, это подводки, такие вот, я не знаю, как бы такие вступительные истории, да, к алхимическим трактатам. Ну, и, соответственно, мы видим, что эти две версии, они различаются, да, в одном случае, эмир, эта версия, кажется более правдоподобной, если это действительно происходило, конечно, эмир вызывает Марьянуса и учится у него пользой своим положением, да, в втором случае происходит почти детективная история, прям как из сказок «Тысяча одной ночи», вот, ну, в общем, я хотел даже эту историю, на самом деле, опубликовать, и каким-то образом ее, я не знаю, ввести в научный оборот, но потом вдруг выяснилось, что она год назад была опубликована бельгийской исследоватой Марион Дастон в рамках большого проекта по изучению алхимических лукописей, и, в общем-то, я очень радостно по этому поводу своей страны, было радостно, что не надо вводить этот памятник в научный оборот, это избавляет меня от необходимости под либо его обрабатывать, его текст, с другой стороны, конечно, я был огорчен, что меня вот опередили, опередили, можно сказать, на год, но в любом случае история интересная, вот, то есть в данном случае выступает первым мусульманским алхимиком отнюдь не кто-то из алидов, да, и не сам Али, а выступает его, можно сказать, политический оппонент Халид ибн Язид, да, из рода Амиядов, да, внук Муави, человека, в общем-то, с репутацией, и, я не знаю, который, ну, противоположен, да, с точки зрения политического, я не знаю, религиозного спектра Али ибн Абеталебу, да, его потомство, и вот на этой почве, конечно, сразу же возникает вопрос, да, у нас столько разных историй параллельных, да, взаимоисключающих, которые проводят от самой глубокой древности, от Адама, от мудрецов древности, таких как Гермес, Русмегист, языческих, от пророков коронических, да, таких как Муса и Гарун, линию к передаче алхимического знания к, как раз таки, первому веку ислама, где в роли получателей этого знания выступают либо Али и его потомство, либо потомство Халида ибн Езида, более того, я даже видел алхимический трактат, который приписывался Юхне, ученику Аисы ибн Мария, да, то есть, и оно богословово, фактически, вот, и сразу возникает вопрос, а почему так, ну, ответ на это, наверное, может быть следующий, вот, за различными версиями о происхождении алхимии скрывается стремление, с одной стороны, легитимизировать ее как область знания, потому что, если мы ее возведем к уважаемым фигурам, пусть это будут древние пророки прошлого, которые пользуются гигантским авторитетом, такие, скажем, Гермес, эсмегист, или пусть это даже будут кронические фигуры, то занятие алхимией перестает быть чем-то непотребным, перестает быть чем-то подозрительным, становится вполне себе легитимной деятельностью в рамках арабо-мусульманской культуры, да, как бы исламизируется, если можно так сказать, это с одной стороны, вот, с другой стороны, я думаю, что за этими разными легендами также скрывается попытка как-то утвердить и, я не знаю, лишний раз подчеркнуть авторитет своей профессиональной группы, ну, условно говоря, христианам нравится, чтобы монах христианский научил, да, первого мусульман алхимией, и так еще, чтобы к нему, к этому монаху пришли и у него учились и сносили его, там, я не знаю, педагогические методы в стиле Шаолиньского монастыря, да, или чтобы, например, Иоанн Богослов, да, Юхна, Телемизы, Алисаивен Марьям был бы, да, автором алхимического трактата, соответственно, в швидских кругах, кстати, рукописи 111, это у нас как раз-таки персидский, да, в швидских кругах, например, хотелось бы, наоборот, чтобы Алиды были такими вот переносчиками сокровенного знания, я не знаю, возможно, суннитам больше нравилась бы история с Халидом, но так, чтобы Халида пригласили ко двору, и он смиренно обучал бы как раз, извиняюсь, Марьянуса пригласили бы ко двору, он смиренно обучал бы, мусульманского эмира, Халида и Бриязида, вот, мне кажется, что есть определенная попытка утвердить авторитет своей конфессиональной группы, и, что называется, перетянуть надеяло на себя в этом вопросе, ну, конечно, нужно больше, больше, больше источников, что я сейчас пытаюсь сделать, искать, вот, так что, вот, такие промежуточные во многом допустим, но работа будет продолжена, вот, спасибо, заканчиваю, рад ответить на вопросы, вот, услышать обратную связь. Можно, вы прошу? Большое спасибо, да, конечно, пожалуйста. Извините, я, как бы, не специалист, но я с большим удовольствием сейчас читаю книгу в вашем переводе «Арабский гермес». О, это приятно. Да, мне тоже очень приятно познакомиться с вами лично, но хоть и онлайн. Меня просто интересует, ну, всегда интересовал такой вопрос, да, исторически, как можно же проследить, просто алхимия, это явно, алхимия явно же впадает в противоречие, как бы, с исламской ортодоксией. Вы сейчас привели данные, что поборники алхимии и поборники герметизма, да, в арабской среде находили способы ее натурализовать в исламском мире, да, но как, но мне интересно, как были качели в классическом исламе в связи с запретом, с многими запретами, нетерпимостью и так далее, либо это было как-то постоянный интерес к ней. Я не беру современность, сейчас в связи с ваххимитизацией, ну, сейчас может обратно, с ваххимитизацией суннитского ислама, собственно, там многое, многое, что просто невозможно, да, в этом плане. Но вот интересно, именно в период классического ислама, как было вот отношение к герметической традиции? Были ли ее поборниками только фальсов или как бы еще другие группы? Я понял ваш вопрос, на самом деле, он очень большой, потому что, смотрите, он очень большой, и требует такого развернутого ответа, потому что однозначно ответить мне вода там, да, нет, сложно, а почему? Потому что, когда мы говорим о герметической традиции, это же такое зонтичное понятие, которое включает в себя огромное количество разного рода оккультных наук, да, таких как астрология, астрономия, ну, мы ее вместе, да, их берем, очевидно, алхимия, делание, изготовление талисманов разного рода, да, я не знаю, физиогномика, какие-то протомедицинские истории, и каждая из этих рослей, она встречает разное, назовем это так, она по-разному, ее совместимость с нормами ислама разными богословами и разными, скажем так, авторитетами толкуется по-разному, поэтому какого-то универсального ответа на этот вопрос ваш нет, потому что, например, по поводу астрологии существовала очень серьезная полемика, аль-кинде, мы знаем, приходилось защищать, да, авторитет астрологии, астрономии, астрологии, конечно, в первую очередь, да, мы знаем, что, условно говоря, Айбан Таймия, он против астрологов Фетт выписал, но вообще довольно объемные, если уж на то пошло, да, мы знаем, да, про то, как, в общем-то, обсерватории одними правителями мусульманскими поддерживались и, я не знаю, всяческие холились, леялись, тут Лукбека можно вспомнить, да, также мы знаем истории, как разрушались эти самые обсерватории, да, тут можно вспомнить османских султанов 17 века, да, и весьма прискорбную историю с астрологами, произошедшую там при дворе, это одна история, да, алхимия, это уже другая история, потому что все-таки у алхимии была и прикладная, и очевидная польза, да, это протохимия во многом, и зачастую алхимия выступала именно в качестве такой вот бабушки современной химии, да, оккультную составляющую пытались либо скрыть, либо каким-то образом передать ее, я не знаю, из устно, с третьей стороны у нас есть изготовление талисманов, тут все очень-очень сложно, наверное, даже более сложно, чем можно было бы сейчас в рамках краткого вопроса ответить, так что, в общем, единого ответа, наверное, я не смогу дать, потому что в каждом конкретном случае надо смотреть по-разному, но алхимия не вызывала, судя по всему, настолько негативной реакции, насколько могла вызывать, скажем, астрология, потому что по поводу астрологии вопросы были, хотя все было, опять-таки, слишком по-разному, кто-то астрологию очень даже любил и ценил, кто-то фетру против нее издавал, ну, примерно так. Большое спасибо, уважаемый Владимир Андреевич, с огромным удовольствием вас, как всегда, послушали, спасибо за интереснейший доклад, Субтитры сделал DimaTorzok